Во-первых, в этом сезоне скорректировали правила, возросла, например, ценность трудностей тела, да, как вы к ним привыкаете по ощущениям, уже насколько это тяжело? Ну, я думаю, постепенно, да, начали привыкать к новым правилам, немного адаптировались уже к ним и стараемся показывать максимум. Какое упражнение далось тяжелее всего? Вот Арине, по-моему, например, с обручем было тяжеловато вначале, да? Ну, не знаю, я не сказала бы, что именно обруч дался тяжелее, скорее всего, была бы. Ну, вот я думала, по-моему, степени, нет. Это я и сказала. Перед последним упражнением у вас с Лалой было одинаковое количество баллов, это давило, не думали об этом, я видел, вы пытались поговорить. Нет, я не думала, вообще не думала, потому что я выступала лентой, а Лала выступала булавой, и то есть, ну, у меня, естественно, остаются булава, а Лала лентой, поэтому, ну, как думать, просто должна была выйти и сделать максимум. Дин, для тебя это золото, что означает? Это очередная медаль в коллекцию или что-то важное, учитывая, что международные ставки отменяются все? Для меня это что-то важное, потому что я чемпионат России не выигрывала последние три раза, выигрывала еще, и я на самом деле очень хотела выступать сегодня спокойно, потому что все, вот три года я выступала очень нервно, переживала, старалась бороться, доказывать себе, что я могу что-то, а сегодня просто выходила и получала удовольствие. И дело так, как я просила Ирин Санна, и как раз новый мячик недавно составили, я переживала очень, потому что не успела его отработать до конца, но, слава богу, он все не получил сегодня, и Ирин Санна довольна, и когда я выиграла чемпионат России, я была очень счастлива. А какие у вас планы ближайшие? Ну, сейчас, после чемпионов России, мы, саришей, немножечко подвлечемся, отдохнем. Дальше, может быть, будем работать, отрабатывать свою программу. Дина, а почему вы не поменяли меня? Ирина Александровна пришла после... Ну, она мне сказала на гран-при, Дин, мне надо с тобой поговорить насчет мяча. Я говорю, если вы хотите мне поменять музыку, я согласна. Она такая, хорошо иметь с тобой дело. И она пришла после гран-при на тренировку, и вот прям с мыслью. Все, Дин, меняем упражнения, меняем музыку. Я долго сопротивлялась, и говорю, Лорина Санна, я не могу под нее делать, мне очень тяжело, я ей не чувствую. Она говорит, нет, я вижу, что ты ее сможешь делать. И вот она в последнее время, Дина, мяч, давай, отрабатывай, давай, давай. И вот, и сегодня выступала. Арина, что с рукой? А, это... Вчера у булавы ушибла палец, и вот поэтому думала, буду ли я вообще сегодня выступать, и... И поэтому я ее заставила высыпать булаву. Да, тоже думала, выйду, сделаю, или же все-таки не смогу. И вот Дина и Ирина Александровна сказали, да все ты можешь. Давай, бери булавы. Но она три вида высыпала, и говорю, остались всего лишь булавы. Я понимаю, тебе больно, ты не можешь их делать. Ну давай, ну может, ты выступишь. Я же правильно помню, что на гран-при, кажется, тоже было затейпировано запястье? Да, но не та травма, которая сейчас. Просто совпал. Да. Я слышала, когда Ирина Александровна, когда выслала, и это было после второго вида многоборья, по-моему, на третий. Когда я выходила с ленточкой, да, она сказала, ни в коем случае не смей сдаваться, делай все правильно, все, как я тебя учила. И когда именно выступала уже с ленточкой, она сама чуть на ковер не вышла вместе со мной делать это упражнение. То есть пыталась мне помочь как-то. Вот, я ее слышала во время упражнения. Я скорее о том, что после трех видов с лавой шли... Наравнее. Да, наравнее. Я об этом не думала. Не думали вообще? Я не думала, потому что я не должна была, во-первых, выступать. Во-вторых, я говорю, я настраивалась на три вида только. Я булавы не врала в руки, потому что я не могу играть. Дима, может, тогда ей вообще не говорить, что она выступает? Да, я тоже так подумала. Что вы? Ланка сегодня накрасилась, заплелась, пришла в зал, такая, я не буду выступать, а что ты накрасилась, заплелась? Ну, я попробую. Я говорю, ну, раз попробуешь, может, выступишь. Я не могу, мне очень больно, и после каждого вида я не буду выступать, все, я снимаюсь. Она такая, ну, все, снимаемся, я такая, ну, нет, сейчас я мяч попробую, и все, снимаемся. Хорошо, все, снимаемся, я такая, сейчас я ленточку попробую, и снимаемся. И потом Мариша сама сказала, все, снимаемся, я булавы не могу, я говорю, в смысле не можешь? Три вида сделаю, булавы сможешь. У одной левая нога затопирована, у другой правая. Заполи, а мы решили соответствовать друг другу. Это тоже ситуационно, или все-таки, все-таки что-то храника какая-то беспокоит? Да, старые травмы. Обещали уже залечить после того, чтобы... Они не залечиваются, это старые травмы, которые, все, на всю жизнь с нами, они не покидают нас, чтобы нам, это, скучно не было. Окей. А вы, Арина, поэтому сначала выступали с лентой, потом выглавали. Да, да, я, ну, с лентой выступала, все, закончила. Все, со здоровьем, наверное, закончили по вопросам. У меня последний, все-таки, ближайший план, что тренироваться, вот вы отдохнете, подлечитесь. Есть уже конкретный старт, вот что дальше? Нету конкретного старта, какой он будет дальше, и где он будет, и... Мне кажется, даже плана нет. Нету плана. Понял. Ладно, спасибо. Спасибо.